пойдем tutorial снимать tutorial снимать как это не знаешь не могу рел блять туториал и вот того можно было пить и никогда привет подписчикам гостям канала и тем кто получил сюда направление этот ролик у нас будет о том как мы накатываем желобки на какую глубину но еще о некоторых трудностях и еще о некоторых тонкостях сборки труб на агру влачных соединениях сейчас я прокороню здесь пару отверстий буду собирать для следующего испытания кусочек трубы там с накатками ну и по ходу пьесы будем разбираться во всех тонкостях но в конце видео мы прессонем это дело мы же должны узнать какое давление она выдержит да ты за и ну для начала давайте рассмотрим из чего состоят эти муфты грувлоки это у нас корпус из двух половин уплотнительное кольцо или манжета и два болта с гайками есть и с одним болтом корпуса муфт есть жесткие и гибкие с косым и перпендикулярным прилеганием до сих пор не пойму я в чем разница и так как работает это уплотнение многие думают что манжета обжимается на самом деле нет она просто удерживается в муфте ну как камера в покрышке автомобиля и при наполнении водой под давлением она расширяется уплотняя соединение получается чем больше давление вы создаете тем больше она прилегает к трубе короче она сама себя под давлением уплотняет корпус муфты уже удерживает ее от расширения наружу вот чтоб корпус муфты уже не с пол с трубы для этого и нужны вот эти вот желобки и так во первых нам нужен станок у нас на этом объекте универсальный вот ремс магнум вообще он больше резьбонарезной но легко переоборудуется в желобонакатчик отдав за эту голову кругленькую сумму он у нас конечно подушатанный но это не наша заслуга таким нам достался во вторых мой вам вот совет не начинайте накатку труб пока муфты у вас уже не на объекте они муфты вроде стандартные но на самом деле диаметр немного у них отличается у разных производителей не намного там но разница есть вот видите они должны быть одинаковые поехали для начала подбираем нужные катки для определенных диаметров там все на них написано кстати меньше дюйма я грувлоков не встречал почему не встречал потому что эта технология в первую очередь применяется в пожаротушении если вы где-то увидели стальную трубу диаметром меньше дюйма на пожарке считайте что это лажа ну что ж для начала режем в размер или торцуем трубу если в этом есть необходимость с металлобаз труба не всегда приходит ровно обрезана так тут смажем немножко устанавливаем трубу на стойку и выставляем в уровень со станком и смотрим чтобы была в одной оси со станком немного поджимаю ролик вот этой ручкой гидроцилиндра до соприкосновения ролика с трубой и жмем на педальку включение станка он включается и делаю один пробный оборот если труба съезжает значит нужно прокорректировать высоту или лево-право не съезжает продолжаю поддавил примерно оборот прокрутил ну и так далее сразу давить глубоко не следует и получается уже качественный желобок итак на какую глубину нужно накатывать желобок я беру муфту в собранном виде и вот замеряю диаметр посадочного места я делаю это штангенциркулем да есть спецрулетки ну как-то она нам не очень зашла каждый раз нужно останавливать станок там надевать рулетку на желобок опять замерять докатывать и так далее в общем так проще и быстрее с малыми диаметрами с этим штангелем прокатит а вот с большими диаметрами мы методом тыка накатали приложили накатали приложили пока там не вышли на нужную глубину потом выставляем на этом штоке размер контрим гайки и все по идее он глубже как бы и не должен накатывать ну на этом станке с каждым оборотом все равно мы как-то углубляемся даже не надавливая на рычаг гидроцилиндра ну как-то не есть хорошо труба может и порваться и как я думаю надежность как-то тоже идет в минус но не докат ребят хуже так как не замкнувшиеся эти вот половинки образуют вот здесь вот зазор и вот это вот резиновое кольцо уже под давлением воды будет выдавливаться и разорвется может не сразу но когда-нибудь это случится вот как в этом ролике да еще на малых диаметрах постоянно нужно выставлять этот шток надо едать то с одной трубой то с другой работаем а вот от сотки и выше обычно накатали ее и все каратыши вот такие вот допустим тоже можно накатывать но это уже без стойки здесь надо быть более внимательным если диаметр больше сотки это уже как-то лучше делать вдвоем есть накаткой но есть и резьбовые у нас сейчас такого диаметра не было с накаткой купили нам резьбовые не совсем удобно но делать нечего сейчас и вот взял сгон сейчас обрежем все вот направление дали ему он уже без посторонней помощи сейчас там запакую его будет все нормально купил сегодня этот сгон чтобы не нести сюда станок а он оказался даже без на бесшовной трубе сделал можно было и не зачищать привычка так зачем зачищаем вот эти вот заморачиваемся я уже как-то в одном ролике говорил то есть труба наша знаете и вот этот стык здесь есть который он бывает вот с этой стороны такую бороздку оставляет и были случаи что через сам стык трубы были протечки ну и плюс ты и зачистил бровку снял удобнее это все дело собирать не травмируешь руки то ли так вот делают не знаю вот видите немножко немножко не сомкнулась и вот сколько ты и не поджимая на уже упирается вот этой посадкой сюда найти здесь такая заглушка с рогами больше она не сомкнется это как бы вот как все это собирается вы уже не развители на канале натянул резинку вот на обе части эти равномерно с одной и с другой стороны все насчет коронок пока не у вас сейчас я там покажу а еще друзья нельзя верить таблицам производителей вот этих отводов то есть по таблице допустим вот как у нас здесь 15 врезка и коронка здесь 35 на самом деле вот она слегка маловато коронка вот было где-то 36 или 37 он бы зашел без проблем закрепил да ну ладно один заходит другой не заходит короче замеряем штангелем лишь тангенциркулем да да на хуй мне как-то подъебали что я штангель говорю значит вот замеряем по не знаю видно нет по самой нижней части здесь немножко конус идет и замеряем по самой нижней части так и смотрим вот здесь коронка нам нужна 37 миллиметров вот здесь 36 и 8 ну 37 миллиметров было бы самое то можно взять 38 миллиметров на миллиметр больше ничего страшного прокладка здесь довольно таки широкая вот видите и короче место есть еще ну перебарщивать размером коронки большую не надо вот она у меня сейчас не садится сейчас я значит что возьму маленькую болгарку с лепестковым диском потом есть у меня еще вот тут вот такой вот рашпиль немножко внутреннюю часть нет было бы у нас какая-то бормашиной естественно место посадки прокладки мы стараемся не задеть не трогаем ничего все вот но у меня сейчас села до конца меряем без кольца потому что кольцо ну вот шире на пару миллиметров и вы не сможете определить села у вас нормально или нет пока не зажмете в общем почему еще я это вам рассказываю про это дело в том что мы с андрюхой как-то делали врезку на одном заводе сотка сотка вот делали мы там врезку в общем и также по таблице мы у производителя заказали коронку где головка ну так вот мы заказали естественно по таблице в коронку для для того отвода без задней мысли мы просверлили кстати видео на канале вот и когда мы вставили отвод он болтался там как и ведре когда мы подали воду она потекло в общем делать было нечего мы его разобрали и поймали центр этого отверстия по отношению вот к этой части ну со второго раза мы в общем его обжали держит он конечно до сих пор вот такая фигня потом у нас был случай также вот как в этом случае мы прокоронили также по таблице там была врезка 89 она оказалась на миллиметр меньше и у нас также не садилась и мы там на высоте 14 метров или 12 и мы с ним целый час это отверстие раз шуру дили пока он не сел у нас плотно так что вот такой вот совет сначала приобрели или украли потом подбираем корон кстати по моему производители сейчас тоже честные производители об этом говорят вот это отверстие шуру дить не пришлось нормально давай накрутим фитинги чтобы дед не ругался здесь у меня чуть-чуть на миллиметр больше коронка но пойдет головки для монтажа тоже лучше брать удлиненные вот она в притирку нам уже подсказывали гайковерт согласен да ну честно говоря со всей сборки меня гайковерт меньше всего волнует короткий конечно кусок трубы для испытаний но длиннее тяжелее нести на полигон так как бы мне тебе вот кстати от воды тоже вот вот эти вот видите тоже чуть-чуть до конца не смыкается этот гуру влог хотя одной фирмы в общем лепят но она держит все нормально здесь здесь не такой критичный этот зазор ну не знаю как-то мне не очень нравится это сейчас еще один руфлочек зацеплю и пойдем на улицу все вот собрал я такую херню сейчас ее заполню сразу что я намочил ничего сука миссия невыполнима пока лоб ну вот эта штука ладно ним искать так ну что сейчас попробуем надуть немножко ну вот вот этот вот зазор не очень беспокоит подкачиваем буду я прогнал здесь объемчик уже немножко больше все пошло дело в прошлый раз мы добили до 100 и она падала ясну набьем сотку и посмотрим кран перекроем вот он из-за чего-то произошло так и говорил зазор остался не могли ее обжать вот и весь хер блин жалко сейчас мы разберем посмотрим надо скинуть давление купил себе микрофон с коротким шнуром ничего себе даже разобрать не могу я видите прошлый раз когда прессовал вот эта скоба меня подвела там в этот раз заглушки грублок что-то может я плохо что-то одел я посмотрю как ее мог плохо надеть интересно да из-за того что то зазор был резинку выдавила как я и говорил вот и чего блять я слеп помимо того что это твое конское давление манжету порвало ты не видишь что грублок заглушкой желобка выдавила хули молчишь все дальше я думаю смысла нет играться с ними ну что друзья как видим ошибка недоката трубы или плохих комплектующих на лицо у нас был просто такой случай через такой же зазор стояла надолго и резинку прорвала лет десять она все равно простояла но там и давление конечно это я тут конское давление создавал так от нечего делать если видео понравилось можешь лайк поставить подписаться ну не понравилось так не понравилось спасибо за внимание всем пока короче херня все это блять ладно сто очков держит бог с ним тут другое вот я обнаружил воду в отоплении 6 килограмм там где-то значит мы можем устроить небольшой пожар и красиво его затушить с помощью сплинтерного оросителя что подписывайся всем пока